Добрый вечер, 21.03 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну, сегодня у нас в таком жанре вести с полей, буквально. В Совете Федерации обсуждаются три закона, всем хорошо известных, об НКО, закон о клевете и так называемый закон о черных списках в интернете. С другой стороны, из Ярославля пишут. Районный суд Ярославля заблокировал местного, обязал местного провайдера Netis Telecom заблокировать ЖЖ из-за того, что там была размещена страница, которая была в одном из этих черных списков. Так что в Ярославле несколько сот пользователей не могут читать ЖЖ. В Роскомнадзоре, вот Антон Носик пишет в своем блоге на сайте «Эхо Москвы», в Роскомнадзоре был опубликован список доменных имен, в отношении которых были направлены требования их иностранным владельцам об удалении незаконной информации, ну и ряд других требований. Среди этих доменных имен Википедия, YouTube.com и LiveJournal.com. Так что, ну да, собственно, цитировать можно бесконечно. Информационная лента дня поставляет нам огромное количество поводов для того, чтобы поговорить о том, ну скажем, в Крымске вчера закрыли 15 человек, закрыли несколько человек на 15 суток за то, что они распускали слухи о количестве жертв. В общем, что я хочу сказать, что если все под всем вот этим вот подводить какую-то черту, какой-то общий знаменатель, то я не знаю, как это назвать, некий конец эпохи гласности. 25 лет, примерно четверть века, с 87-го года мы жили в эпохе, когда можно было говорить что-то без оглядки, и вот по всем признакам конец этой эпохи наступает. Некий исторический водораздел мы проходим. Так ли это? Хочу поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это руководитель медиалаборатории РИА Новости Василий Гатов. Добрый вечер, Василий. И журналист и писатель Валерий Панюшкин. Добрый вечер. Здрасте. Ну что, это вот то, что я сейчас попытался суммировать, это алармизм какой-то, или мы действительно подходим к некой критической черте, когда количество вот этих вот как бы нарушений свободы слова, свободы печати уже переходит в качество? Валерий. Я не знаю, к какой на самом деле черте мы подходим. Ну, сказать, что мы вот с какого-то, вы сказали, 87-го года жили в состоянии какой-то уж особенной свободы слова и так далее. Ну, честно говоря, так или иначе, свобода слова всегда каким-то образом ограничивалась. С другой стороны, вот когда вы говорите о, ну, как-то схлопывании свободы слова и так далее, вы что имеете в виду? Вы имеете в виду посты в живом журнале? То есть, ну, какие-то совсем необязательные выкрики, типа там, Путин, кровавый палач! Меня-то как раз значительно больше беспокоит то, что в связи с этими всеми мерами по ограничению свободы слова нам особо нечего терять. Ну, то есть, попробуйте-ка вы назвать там, ну, какую-нибудь статью какого-нибудь журналиста, которая была бы принципиально важна для, так сказать, типа, общества, и которая не... ну, вот теперь не будет опубликована, да? Там... Боб Вудворд написал про Watergate, да? И произошли огромные события. Ну, со времен Watergate все-таки прошло больше сорока лет. Все-таки, насколько наша медийная сфера сместилась в сторону интернета? И вот как раз в сердцевину вот этой вот нового центра тяжести медийной сферы нанесен удар? Верно, да. Верно. Он туда, конечно же, нанесен, но... но что там... но что там происходило в интернете этом самом, да? Там, к сожалению, происходило ни к чему не обязывающее гавканье. То есть... то есть действительно удар туда нанесен, но боюсь, что там в большой степени пустота. Василий, вы согласны с такой оценкой? Ну, в общем, скорее да. Может быть, чуть-чуть другими акцентами. Первое и самое главное заключается в том, что свобода высказывания, потому что свобода слова и свобода высказывания чуть-чуть разные вещи, она придумана в чуть-чуть другом обществе и технологически, и социально, и политически, чем то общество, в котором мы оказались с развитием интернета. Это было общество с большими и серьезными ограничениями, которые выставлялись как экономикой, так и государством на пути к массовому размножению своего слова. Это были дорогие печатные станки и очень дорогая дистрибуция и сложности с проникновением в образовательную сферу, которая была зарегулирована. Она, безусловно, является одним из... И, кстати, извини, обратите внимание, что вот это вот самое, что называется, эпоха гласности, то есть Горбачевское время, когда вот уж действительно можно было все, что угодно. Но обратите внимание, что за производство печатных средств массовой информации платило государство. Партия и государство. Партия и государство платило людям, которые выступали против нее. Да. И, соответственно, вот эта вот эпоха дорогого доступа в дистрибуцию, она ушла. Единственное, где остался дорогой, регулируемый и ограниченный доступ, это вещательное телевидение. Эфирное, так называемое. Потому что все государства в мире в той или иной степени доступ к этому ресурсу ограничивают. Даже самые либеральные. На другой стороне есть абсолютная, фактически абсолютная свобода высказывания, о которой никогда не могли мечтать авторы концепции свободы высказывания. Ну, то есть Томас Джефферсон, да, буквально. Как мы знаем автора первой поправки. Потому что для него вот это право на размножение, да, как бы право на то, чтобы стать доступным многим людям одновременно, или хотя бы в достаточно короткий период времени, было неким величайшим достижением эпохи просвещения и ранней индустриализации. На сегодняшний день, по большому счету, вот это вот размножение, оно перестало быть ценностью, потому что вы можете размножить, условно говоря, разместив что-то в интернете, вы размножаете это в бесконечном количестве копий мгновенно. Является ли любая попытка государства вмешаться в эти вопросы через регулирование, через создание фильтров, через создание каких-то систем, которые пытаются уследить за распространением этой информации и среагировать на это распространение методами старого индустриального государства, ну, то есть предписанием, там, суда, изъять тираж. Вы понимаете, невозможно изъять тираж Фейсбука. Вот просто невозможно, и все. Но можно заблокировать доступ. Нельзя. По крайней мере, осложнить существенно, как это в Китае происходит. А сейчас, смотрите, для того, чтобы это можно было сделать, надо было строить интернет изначально, как китайцы, где невозможно... где существует внутренний интернет и очень конечное количество гейтвеев, которые контролируются и фильтруются со внешним миром. Когда российский интернет создавался, он создавался, в общем, точно так же, как во всем остальном мире. Хаотически, спорадически, без существенного регулирования, созданием большого количества запасных, резервных, протянутых каналов и так далее. То самое, сервер в Калифорнии, да? Да. И, конечно, в мечтах любого охранителя взять и запретить. Но природа сети, как таковая, она так устроена, что выключение какого-нибудь канала не означает прекращение действия. Это может быть личная катастрофа для человека, которого отрубили провайдера. Но, во-первых, у него будет альтернатива. Во-вторых, провайдеры, на самом деле, в состоянии контролировать существенно меньше... Ну, в смысле, провайдеры или там все спецслужбы, если все спецслужбы займутся не ловлей преступников, а контролем за интернетом, они в лучшем случае смогут мониторить, там, не знаю, доли процента контента, который помещается в интернет и так далее. Боюсь, что просто это... Чисто технологически вы считаете... То есть, ну, здесь как бы Валерий, с одной стороны, считает, что этот удар вообще в пустоту, Василий считает, что даже это технологически невозможно нанести этот удар. Можно пробовать, да, как бы, но, еще раз, не получается. Здесь есть еще одна вещь. Дело в том, что это вопрос не только... не только технологический, но и психологический, да? То есть, в 1969 году, например, да, если у Вас вдруг отключался интернет, Вы совершенно не переживали по этому поводу, потому что у Вас не было интернета. Вы не знали о том, что есть такая штука, да? Если, вот, ну, я, не знаю, там, я поехал на дачу, и там вот у меня что-то окончилось, да? Я же полезу в интернет там через мобильный. Если... Я привык к тому, что вся эта информация поступает, да? Я не могу встать утром и не влезть немедленно на некоторое количество сайтов, на которые я влезаю, да? И точно так же поступает там 14-летняя, значит, так сказать, типа девочка, да, или там, ну, не знаю, там, моя 13-летняя, как бы, дочь, она тоже делает это же самое с той лишь, как бы, разницей, что она, как бы, лезет на какие-то сайты, там, японских мультиков или там сайт, где постоянно размещают смешные фотографии кошечек, да? Но если отключить ей эту возможность, то она будет пытаться сделать это как-то еще, да? Это уже в голове есть, да? Поэтому... И это же заложено, простите, я перебью, и это же заложено в концепции технологии, протоколы интернета, что на самом деле все ресурсы доступны всегда. Вот, заблокировать какой-то ресурс, еще раз, можно, но всегда находится способ, как получить ему доступ. Хорошо, ну так что же нам, не бить тревогу? Собственно, это все такие символические потуги власти, успеть, так сказать, символически обозначить вот это вот подмораживание системы? Ну, понимаете, поскольку за то, что мы бьем тревогу, нам платят деньги, то бить ее, в общем, надо, конечно, да? У нас, в общем, работа такая заключается в том, чтобы все время постоянно бить какой-нибудь... Рында. Да, мы такая... Мы такая рында, да. И вы же прекрасно знаете, что вот лето, когда ничего не происходит, бедные несчастные журналисты сидят, страдают, смотрят и думают, ну, что бы написать, или про что рассказать, ничего не происходит, черт, и так далее, да? То есть, бить тревогу, это, в общем, наша профессиональная, так сказать, значит, обязанность, да? У батьки Махно паникером сослужил, да? Хорошо, но вот это вот все, скажем, закрытие Википедии на день, это из той же серии таких пиар-акций, неких превентивных таких привлечений внимания, реальной угрозы нет. Заявление LiveJournal'ы, Яндекса было, что, понимаете, черный список вот этих вот сайтов. Знаете как, я вот, например, да, ну, то есть, надо отдавать себе отчет в том, что, например, у закона о клевете есть одно, ну, без сомнения, есть отрицательное, будут отрицательные последствия, да? Ну, например, какого-нибудь Навального посадят за какую-нибудь клевету. Да? И, ну, так сказать, или не Навального, а кого-нибудь вот такого же. А партия жуликов и воров — это клевета теперь? Как это? Слышите, ну, это такая же клевета, как, ну, можно, например, подбросить Навальному наркотики и точно так же посадить его. Вот об этом-то и речь, да? Вот о том, что, представьте себе, что кроме, значит, заявления там какого-нибудь депутата «Единой России» о том, что Навальный оклеветал «Единую Россию», назвав ее партией жуликов и воров, ну, например, последует еще множество моих заявлений или ваших, или заявлений любого человека, который что-то пишет, вот в адрес тех людей, которые в комментариях к моим текстам называют меня, например, «Земляным червяком». Я скажу-ка, ну-ка, попожалуйста, привлеките-ка, значит, вот такого-то интернет-пользователя, который назвал меня «Земляным червяком», при том, что я не «Земляной червяк» вовсе, да? Что в этом случае произойдет, будет довольно забавно, да? То есть никак не будет прокуратура реагировать на подобные, значит, так и бы вещи. А если их станет много? На самом деле, опасность любых, любого из этих законов, то есть вот, которые мы обсуждаем, не в том, что они плохие законы. Ну, просто они не очень качественные и не учитывая то, что общество меняется, в том числе меняется и технологический, как бы, уровень, а в том, что эти все законы, как мы знаем по практике российской правопримедительной системы, могут применяться избирательно. И будут применяться избирательно. Не по вообще всем возможным случаям, да, как бы, клеветы, распространения нехорошего контента или еще каким-то, а конкретно по тем направлениям, по которым существует политический заказ. И здесь начинается самое интересное, потому что даже закон об охране нравственности детей, как мы знаем, это закон про черные списки, он прежде всего антипедофильский, ну вот, можно повернуть в определенных политических целях. Потому что сам по себе формулировки написаны достаточно расплывчато и позволяют объявить нежелательным контентом практически любой контент. Ну, практически все, что угодно. Без решения суда, я понимаю, что здесь нет презумпции невиновности. Они немножко подправили, там, скажем так, они вернули право, то есть не вернули, а вставили право судебного обжалования, да, как бы, и этого вот досудебного решения. По крайней мере, это больше соответствует, ну, какой-то более-менее внятной нормативной практике. Вот, поэтому первое, это то, что эти законы не сами по себе плохи, а плохо-плохо-плохо их потенциальная избирательность. То есть еще, Василий, вот, извините, добавлю, вот наша чудная российская традиция перегиба на местах. Это же как сигналы для всех местных правоприменителей, такие... Вот, и вторая вещь заключается в следующем, что каждое из таких, каждое такое действие, которое представляет попытку вмешаться в деятельность сетевой организации, а интернет, конечно, прежде всего сетевая организация, мы не знаем, какие последствия этого будут. Понимаете, когда вы запрещаете партию оффлайновую, существующую там на определенных принципах и законах, то в принципе... Скорее всего, партия перестанет существовать, ну, или в крайнем случае уйдет в подполье. Да. И в том и в другом случае известно, что делать, да? А когда вы не знаете, какой очередной способ реакции придумает коллективное существо, очень сложно устроенное, с нечеловеческим абсолютно способом обсуждения, коммуникации и так далее, нечеловеческим, это все люди. Ну, понятно. Но дело в том, что представьте себе, вот там, не знаю, насколько вы наблюдали когда-либо за этим, с какой скоростью происходит коммуникация вокруг постов в Фейсбуке, например, президента Обамы, у которого, по-моему, 15 или 16 миллионов фолловеров, да, в Фейсбуке. Буквально цифры сливаются вот так вот, когда вот что-то важное там пишет. Вот это вот просто счетчик, но люди же коммуницируют друг с другом, да? Они не только с Обами что-то написали, они тоже начинают обсуждать про Обаму, про то, что он сказал, что он имел в виду, что он не имел в виду, какой он хороший, плохой, какой хороший Ромни и так далее. И, собственно говоря, в жизни так не бывает. Это представьте себе, что вы вышли на площадь, что-то сказали, вы там какой-то начальник, вышли на площадь, что-то сказали, и вдруг все люди заговорили, но мало того, что они заговорили, а все друг друга слышат и разбираются, кто что сказал. Ну да, это о чем вы говорите, это, собственно, закон о существовании сети, закон о существовании сложных систем. Ну что ж, ваши слова, ваши аргументы вселяют в некий оптимизм. Я вот как раз не уверен по поводу оптимизма. Ну вот сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, и после этого попытаемся понять, насколько мы можем с оптимизмом смотреть на будущее свободы слова в России. Снова добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Будет ли у нас цензура в интернете? Возможно ли цензура в российском сегменте интернета, в Рунете? Звоните нам по телефону 65 10 99 6. Не забудьте код Москвы 495. Теперь мы все с кодом набираем. 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, будет ли, возможно ли цензура в российском интернете? Боитесь ли бы цензуры в интернете? Мы продолжаем наш разговор с Василием Гатовым, руководителем медиалаборатории РИА Новости, и Валерием Панюшкиным, журналистом и писателем. Вы знаете, я хочу такой заход сделать далекий, относительно... Вот такая история. Несколько дней назад я прилетел в Москву, я был... Ну, рейдсом из Цюриха был в Альпах. Заметьте, да, ни Шармыша и Ильшейха, там ни из Анапы, ни откуда. Люди такие все продвинутые, интересные европейского такого... ориентации садились в самолет. Самолет должен был прилететь по расписанию в 3.50. Сел он в Москву в 3.20. А было часа раньше расписания. После этого они прекрасно погасили свет, все сердесы уселись разговаривать, и мы полчаса ждали на летном поле. Никакой информации от пилотов не происходило. Ничего не происходило. Люди просто в три ночи сидели и молча, терпеливо ждали. Я представляю, что было бы в каком-нибудь американском самолете. Нам тут же объявили бы что-то, что мы не можем под терминал подойти, там под гейт, гейт закрыт. Мы ждем 27,5 минут. Сейчас нам подадут погрузчик, перевозчик. Сейчас нас транспортируют. К чему я это веду? К тому, что у нас в России в целом, сейчас мы не об интернете говорим, мы вообще не прописаны у людей желания получать информацию. Мы как бы воспринимаем ту информацию, которую нам власти, которую в данном случае командир самолета, это власть, нам соблаговолят дать. И у меня в этом смысле подозрение, может быть, что то, что мы сейчас говорим о свободе слова, о свободе интернета, оно действительно, может быть, как Валерий начал этот аргумент, имеет место в каком-то очень ограниченном таком пространстве. Но в целом у нас нет вот этого невероятного, скажем, прописанного в американской культуре желания знать, желания иметь всю информацию. Скажем, сколько вы информации получаете от американского пилота во время полета, мы взлетим через 6 минут, перед нами такие-то, такие-то самолеты. И сколько информации вы получаете в самолете аэрофлота? То есть вообще Россия с информацией очень тяжелые отношения имеет. Понимаете, мы всегда можем спрятаться за одним поэтом и писателем, который наше все. В истории села Горюхина образ России выписан Пушкиным с безжалостностью и, в общем, таким состраданием ироничным. которое... Или там у Салтыкова щедрена в истории одного города. У нас такой вот национальный характер, такой немножечко странный. Люди кажутся безразличными или, например, люди кажутся покорными. При этом, конечно, они такими не являются. И надо четко понимать, да, что это, скорее всего, просто означает, ну, наличие такого мнения, что вот так это все устроено. Это ложная генерализация. Вот с социальной точки зрения точно. Это одно соображение. Второе соображение заключается в том, что, конечно, большинство людей привыкли к тому, что есть, что дают. Да, вот что дали, то и ем. Что сообщили, то и воспринимаю. Но у них и ответ на это есть внутренний. Они этому не верят. Вот, как только речь заходит об информации, уровень доверия любому информационному сообщению, которое есть в России, ниже, чем в самых-самых-самых сомневающихся странах мира. Ну да. Соответственно, это и предопределяет и странные эффекты, например, пропаганды в России. Поэтому, то есть она как бы вроде визуально работает, типа по всем по всем этим самым отчетам, как бы 95% донесена опленная пропагандистская мысль. Вот. Дальше власть начинает что-то делать, основываясь на сообщенном пропагандистском месте. Не получается. Ну, в целом, все-таки, мне кажется, мы одни из самых неинформированных обществ в мире. Касательно, я не знаю, от мельчайших вещей, да, взаимодействия с местным каким-то, ну, пытаются они какую-то открыть информационную. Сергей, 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 ну, это, давайте так скажем, не все кровавый путинский режим. Нет, нет, это я здесь не санесваливаю. Вот, на самом деле, за последние, там, 10 лет, 12, как раз в этой области произошли грандиозные прорывы с созданием элементов электронного правительства и так далее. Пусть они сделаны криво, косо, это вопрос скорее к программистам, чем к людям, которые это делают. Но количество информации, которое вам доступно, если вы ее захотите получить, огромно, огромно. Оно принципиально находится в других порядках. Хорошо, согласен. По сравнению с периодом, когда мы с Валерой начинали свою журналистскую деятельность. Технически, но, так скажем, сущностная информация, да, вот по Крымску, ну, я не знаю, вот ситуация с информацией в Крымске. И более того, сейчас даже с заключением под стражу 15 суток людям, которые неправильные с точки зрения государства, информацию распространяют. Так это все к вопросу о недоверии. Валерий, вот вы... Знаете, ну, я вот очень, на самом деле, не люблю как-то вот говорить про национальные их характеры, все такое, про особенности культуры и так далее. Хотя они, в общем, конечно, есть. и... ну, вот, ну, вот, например, недалеко, два дня назад говорил я с экономистом Александром Маузаном, который, значит, буквально вот на пальцах объяснил мне, почему в России не может быть в ближайшие лет десять налажена отечественная, так сказать, отечественная автомобильная промышленность. не потому, что там руки не из того, как бы места растут, да, а потому, что некоторым образом в культуре неважной вещью является стандарт, является следование стандарту. То есть, и поэтому очень понятно, что там ракету построить можем, да, делаем одноразовые вещи, 7592 автомобиля, так, чтобы они были более или менее одинаковые, да, мы не можем построить, потому, что этому парню, который стоит на конвейере, да, на 20-й, так сказать, типа гайки приходят в голову, мы здесь уже все время одну гайку в одно и то же место заворачиваем, ну, может уже как-то что-то выдумать уже, может уже там, ну, другого БОП, что ли, да, блоху-блоху подкуем, оружие кирпичом не прекратим чистить, какого-то хочется, вот, в этом, в этом смысле, да, понятно, что, когда мы, так сказать, ориентируемся там, вот, условно говоря, на там, Соединенные Штаты Америки, а вот в Соединенных Штатах Америки вот так, да, то надо очень сильно принимать во внимание то, что и образование иначе устроено в Соединенных Штатах Америки, да, и всякие другие культурные коды тоже иначе устроены в Соединенных Штатах Америки, и поэтому это все иначе, так сказать, работает, да, простейший пример, который я привожу все во время, это вот эта вот, значит, система американских про, против которой мы так сильно протестуем, да, показывая людям, стоя перед картой, как, значит, вот в Чехии и Польше размещаются противоракетные станции, и это же буквально между Россией и Западной Европой, между Россией и Соединенными Штатами Америки, что совершенно очевидно по карте, по карте, да, но Земля круглая, и каждый, кто, судя по всему, вы знаете, да, вы летали в Соединенные Штаты Америки, прекрасно знаете, что ракета и самолет в Соединенные Штаты Америки летит более или менее через Северный полюс, да, а вот из Ирана в Соединенные Штаты действительно через Чехию и Польшу, потому что Земля круглая, да, и никому совершенно не надо знать, как движутся небесные тела в тех романтических целях, в которых это преподается школьникам в России, да, там, на дальних тропинках, далеких планет, там, да, дети, вы должны интересоваться астрономией, да, а, ну, вот у этого же есть практически вследствие, да, ты должен знать, что Земля, так сказать, типа вертится, потому что тогда ты сможешь понимать, против кого устанавливают там какие-то, так сказать, начаться как бы радиолокационные станции на твои деньги, да, ну, да, есть действительно такие культурные, так сказать, культурные, так сказать, особенности, и проблема России заключается еще и в том, что они не изучены. Они прописаны, вы знаете, вот даже опять-таки немножко со стороны скажу, меня всегда волновала проблема дверей. Вот у нас Россия холодная страна, и у нас обычно тамбуры, вот один ряд дверей, второй ряд дверей, вот, скажем, подходишь к стандартному зданию, да, где, скажем, сделан первый ряд штук пять дверей, и второй ряд штук пять дверей. Ситуация где-нибудь в любой другой северной стране, там, Швеция, Финляндия, открыты пять правых, пять первых дверей, пять вторых дверей. В России будет открыта крайняя левая одна дверь, дальше переход через тамбур по диагонали, открыта одна правая дверь крайняя. Вот. Причем это холодом не объясняется. Та же самая модель воспроизводится и летом. Вот как вы думаете, почему это происходит? Почему у нас не открывают все двери, открывают одну из пяти? Бог его знает, я же ведь не культуролог, да? У меня, у меня есть гипотеза по этому поводу. Это то же самое, что и контроль над информацией, это контроль над потоками. Причем это не какой-то там не первый отдел, не полковник КГБ, это какая-нибудь простая бабушка-уборщица или комендант здания. Просто вот все двери должны быть закрыты, должны быть открыты только одна дверь, потому что люди не могут идти потоком широким, люди должны идти гуськом, чтобы их было легче проконтролировать. Вот. И вот то же самое, мне кажется, у нас происходит с информацией. Вот этот вот код контроля над потоком, он прошит в самой генетике нашей власти. Будь то власть президента и премьер-министра, власть председателя КГБ или власть коменданта и бабушки-уборщицы. Здесь ведь есть какая-то вещь. Здесь есть, ну, довольно часто, особенно когда там, вот особенно это заметно, когда общаешься со студентами, да, ну, потому что они все-таки, как будет сказать, молодые, довольно непосредственные, как бы, люди, да, то есть они как-то живо реагируют. и вот когда им начинаешь рассказывать, как вот что-то устроено и как вот тут вот, а тут, значит, было сделано это, а тут вот такой-то закон, а тут так, а тут был написан депутатский запрос, общественный, они говорят, так, так что в конце-то? то есть вот есть действительно какое-то нежелание понимать, нежелание понимать, понимать механизм, механику, оно действительно как-то в нашей культуре как бы есть, и поэтому буквально там фраза в комментарии там, не знаю, Россия будет свободной, да, ничем не отличается от долгого расследования там, я не знаю, о том, как были израсходованы бюджеты, бюджетные, так сказать, начаться как бы деньги, да, зачем делать длинное расследование про расходование бюджетных как бы денег, если некоторым мозжечком понятно, что читатель все равно заглянет в конец немедленно, да, и немедленно в зависимости от того, что он думает, да, все равно скажет то, что он думает, да, вот тут действительно есть особенность. Понятно. Ну вот сейчас я предлагаю, может быть, вернуться от обсуждения таких высоких, вечных особенностей, вечной России, к нашей теме, с которой мы начали, да, вот эти вот последние законопроекты. Слушайте, а вот я хочу понять, в них какой элемент политический, политический, а какой элемент может быть абсолютно такой, педагогический, практический, что ли, может быть, вот, Валерий, снова хочу к вам обратиться, вы как человек, занимающийся там темой защиты права детей, очень много пишущий об этом, обо всем, насколько есть, так сказать, подоплека под этим, подо всем, то, что действительно существует некая угроза детям в интернете, необходимость ограждения от этой информации, или это абсолютно чистая политическая заказуха? Ну, послушайте, угроза детям в интернете, конечно, существует, да, но, если, хотя бы немножко, вот, хотя бы немножко позаниматься этой проблемой, да, делать, потому что я там, сколько-то лет назад, случайно наткнувшись в Москве на, значит, как бы детскую порнографическую студию, да, я очень долго, значит, пытался сделать как-то так, чтобы кто-нибудь помог, ну, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал, да, ну, там, депутаты, так сказать, ФСБшники, ну, кто-нибудь, да, никто не хотел этим заниматься, абсолютно, да, и, в общем, я по этому поводу общался, действительно, со всякими разными специалистами по этой проблеме, да, так сказать, начаться как бы западными в частности, да, и, в общем, насколько я понимаю, значит, это как бы детское порно, на которое вы можете случайно наткнуться в интернете, это, скорее всего, агент ФБР, который вас ловит. То есть, масштаб проблемы... Потому что, если вы настоящий педофил, то по запросу в гугле «дети порно» вам не вывалится порно-сайт, вам вывалится агент ФБР, который вас ловит. потому что, вот если вы настоящий педофил, то у вас там есть целая система там каких-то кодов, рекомендательных писем, тайная сеть, вот это все, вот это, да, вот это, вот, так сказать, типа мафия, да, поэтому, значит, представить себе, что люди, которые приняли этот закон, всерьез захотели побороться с детским порно, невозможно, потому что либо они повели себя крайне непрофессионально, борясь с тем, чего на самом деле не существует, и закрывая доступ к агентам ФБР, которые ловят педофила или там Интерпола, да, либо они преследовали политические цели, я думаю, и то, и это. И то, и это. Напомню, телефон наш студийный 6510996, код Москвы 495, звоните нам и скажите, вот немножко переформулируем вопрос, а нужно ли контролировать интернет? Нужен ли контроль в интернете, в том числе за той деятельностью, о которой сейчас говорил Валерий Панюшкин. А мы уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер, 6510996, код Москвы 495, звоните нам и скажите, нужен ли контроль за интернетом? Необходимо ли какое-то регулирование, регламентирование? Или, если хотите, цензура в интернете, та, которая сейчас вводится законами, которые буквально сегодня обсуждаются? Я хотел, знаете, вот вы так легко пользуетесь словом цензура, которая, на самом деле, не очень хорошо понимается людьми, потому что цензура — это совершенно специфический институт, институт предварительного согласования текстов. Вот я успел поработать в советской печати и успел пообщаться с цензурами. Они читали все, что ты собираешься напечатать тиражом более одного экземпляра и ставили на это печать, главлитовскую, так называемую. Ну, это лит, литовать, да, было занятие. Да, вот. А то, что, предположим, контент отслеживается, а потом его владельцу предписывается его удалить, это не цензура. Это совершенно другое. А как мы это назовем? Это некая постцензура. Постцензура, да, но как бы... Репрессии. Ну, это некие, да, это некие информационные репрессии. Да, вот давайте так скажем. Потому что это значит, что ваше высказывание, оно прозвучало, но после этого именно вот применительно к интернету его взяли и попросили стереть. И тут значительно важнее не качество высказываний, да, а миллион обстоятельств, благодаря которым это высказывание становится интернет-мемом, да. То есть... Его может не удастся стереть, даже если его удалит хозяин контента, то есть тот, который его создал. Оно все равно отражено в зеркалах. Оно сохранится в зеркалах, в цитатах, в так далее. Оно разойдется, оно все равно произойдет. Ну, вот давайте попробуем, я не знаю, там, запретить упоминание рыбы ясь в интернете. И заставим того вот мужика, который разместил этот ролик там про эту, так сказать, рыбу, да, заставим его снять этот ролик. Он его санимет. И чего? Ну, понятно, разойдется. Давайте еще раз этот вопрос слушателям нашим зададим, возможно ли, ну, хорошо, не цензура, контроль. Необходим ли контроль в интернете? 65, 10, 99,6. Андрей на линии. Алло. Да, добрый вечер. По поводу контроля, в принципе, какие-то элементы контроля может быть и нужно, вот, но не так, что обвинять, допустим, в сайте, что может быть как-то по-другому сделать. Это одно. Потом, второе, значит, почему у нас до сих пор не определены четкие критерии совершеннолетия. Помню, в 2007 году было это 14 лет. В европейских странах это потом, да, 18. в европейских странах 21 год. И вот, вот это значит неопределенность, наверное, она тоже необходимо и устранить. И последний, третий, значит, почему не принимаются меры против контингента нетрадиционной людей, как мужской, так и женской. Это не менее действует разрушительно на семье. Что значит не предпринимается? Принят в Петербурге закон о пропаганде гомосексуальности, я думаю, правильно говорить, не гомосексуализма. Хорошо, что Алис Биста. А вы, то есть вы, ужасно, Андрей, так вы за то, чтобы, так сказать, это все было строгому, цензорскому взгляду подвергнуто, да? Ну, может быть, как-то сделать сайты такие, которые, в общем-то, как вот определенные деньги и платишь, и можно, допустим, посещать эти сайты определенный можно, что контингент, может быть, так же... Сделать их платными. А если человек, скажем, гомосексуальная ориентация, ему что, за свою ориентацию платить надо? Вот ему нужны эти сайты. Вы знаете, большинство, меньшинство подчиняется все-таки большинству. Да вы что? Да вы что, Андрей? Принцип демократического централизма в основании советского человека никто не отменял. Замечательно. Меньшинство подчиняется большинству. Да, ну вот примерно да. Так вот, таким образом мы боремся с гомосексуальностью. Вот это вот некоторая такая вот великая русская мечта такая, что можно как-то вот наладить, да? Да. Что вот 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 этим гадам, значит, которые там вот мужики с мужиками, да? И которые, значит, типа того, что как бы девки с девками. Им можно как-то сказать вот, да? Вот как-то вот наладить это и будет всеобщее счастье, да? Значит, соответственно, эти девки разойдутся по этим мужикам и как-то жизнь вот наладится. Ну давайте еще подойдите еще послушаем. А она, черт бы, ее подголвали. Не налаживается. Не налаживается нифига. Евгений, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый вечер. Я хотел высказать по поводу необходимо ли ограничен интернет на примере детской порнографии. Да. Потому что сам имею двух дочерей, ну пока еще десяти-четырех лет, но с другой стороны я понимаю, что эта гадость в обществе, она присутствует, мне не хотелось бы, чтобы эта гадость распространялась. Поэтому, что касается детской порнографии, контролировать нужно, стомализовать именно критерии. С другой стороны, самое по своей молодости очень много увлекался пиротехникой, делал самодельные бомбы, да, и сейчас понимаю, что если бы где-то найден какой-то рецепт в интернете, то возможно все закончилось бы плачевно. И как для меня, так и для общества. Поэтому я хочу один довод в то, что интернет нужно контролировать. Понятно, спасибо, спасибо, извините, очень много звонков. Ну вот это, кстати, интересно, рецепт бомб, то, на что все ссылаются, рецепт ядерной бомбы, все можно найти. Эту информацию возможно отфильтровать как-то, или она уже есть, ее невозможно никак зачистить из интернета? Ну, слушайте, я не являюсь каким-то большим специалистом по фильтрации информации, да, я, ну как, ну, ну вот, давайте все-таки вернемся к детской порнографии, да, или там, например, к торговле наркотиками, да, что делает профессиональный человек, который там профессионально занимается борьбой с торговлей наркотиками, да, вот он находит наркоточку, и что он делает? Он, он же ведь, он что, нашел, закрыл, идиот, это совершенно непрофессиональное поведение, потому что, если ты полицейский, занимающийся борьбой с торговлей наркотиками, и нашел точку, то ты ее должен разработать, ты должен довести эту цепочку до конца, да, и, и вот тогда это нормальная профессиональная работа, да, если ты в каком-то сайте, не знаю, там, у Навального нашел, значит, комментарий, содержащий детское порно, закрыл и Навального, и эту детскую, значит, порно, ты потерял цепочку. Понятно, Василий, вы как считаете, вот касательно этого рецепта, или все это, опять-таки, серии утопий в сетевом обществе, вот в этой резоме, грибнице, информация свободна? Давайте так, есть некие общие правила, да, если общество тем или иным способом сходится в необходимости ограничить появление определенного контента в интернете, оно может решить, мы хотим ограничить появление этого контента в интернете. По сути дела, он и так криминальный, он и так криминализирован, и так человека можно посадить в тюрьму за то, что он это распространяет, тем более производит. как бы пытаться отцензурировать, отфильтровать носитель, вот на самом деле, что такое интернет? Интернет это среда, в которой происходит передача. Ну да, там в московском метро есть довольно много воров-карманников, давайте закроем московский метро. Хороший аргумент. Я бы хотел чуть другое привести, но не важно, то же самое, да, как бы, вообще говоря, когда там я прочитал про то, что, значит, самоубийство, значит, можно закрыть сайт за то, что на нем содержится призыв к самоубийству, послушайте, половина литературы 20 века про самоубийство, значит, сам факт того, что какой-то клинический идиот прочитает, там, не знаю, замок Кавки, цитату из замка Кавки на моем сайте, он может потребовать закрытия меня, потому что цитата из такого уважаемого писателя может призывать к самоубийству. Или страдания молодого Вертера. Да, не говоря уже про Вольтера. Эти все мертвые, а вот Акунин-то живой, да, он целую книжку просто самоубийством написал. Поэтому смотрите, история заключается в следующем, вот что мне кажется важным понимать, что законы, связанные с фильтрацией, мониторингом или прочим как бы опленных видов контента имеют право на существование, они на самом деле не являются инструментами работающими, они являются выражением озабоченности общества этой проблемой. И если бы мы были нормальным обществом, совсем нормальным, мы не такое ненормальное, как бы, китайское гораздо более ненормальное, кстати, то это было бы сигналом, принятие такого закона было бы сигналом для профессионалов, вот тех самых наркополицейских, которые должны раскручивать цепочку поставки наркотиков, да, людей, которые ищут изготовителей детской порнографии и тех, кто заказывает все более и более неприличные извращенные формы этой порнографии, потому что рынок не существует без сбыта, не существует детской порнографии, для которой нет сбыта, вот, они бы начали это расследовать, они бы начали как бы принимать какие-то действия, имея в том числе возможности санкционированные законодателем для того, чтобы судебно закрывать какие-то вещи, ограничивать определенный тип контента по вообще доступности, да, или, но этот инструмент реально, вместо того, чтобы быть озабоченностью общества и очень умным, очень как бы продвинутым инструментом, дается в руки участковому, который очень хороший, может быть, человек, но он про интернет понимает ровно столько же, сколько дворник, и то, может, дворник больше. 6510996, код москвы495, звоните нам и скажите, необходима ли фильтрация, необходим ли контроль информации в интернете. Петр, на линии, слушаем вас. Да. Это, видимо, я. Вот есть пара комментариев на эту тему. На самом деле, такие законы такого рода, это просто, мне кажется, еще один повод человека подвести под статью. Уже существует много способов не, скажем так, вне правового поля, фильтровать информацию. Это сто пятьсот программ, которые фильтруют контент, в том числе для детей, для тех, кому интересен какой-то вид контента. Можно же просто запустить рекламу этих программ и, скажем так, рекомендовать их ставить каждому пользователю интернета, у которого есть дети, у которого возникает желание не сталкиваться с каким-то видом контента в интернете. Ну да, то есть позволить сети наладить себя самой, то есть самим же сетевым селом. На самом деле в любом браузере у вас есть встроенная возможность фильтрации контента по степени его безопасности, которая делается в соответствии с рекомендацией Интерпола и ряда других международных организаций. Ну и не стоит забывать о возможности самих хостинг-провайдеров по модерации собственных ресурсов, точнее ресурсов, которые у них хостятся. И еще не забывайте, что у нас есть законодательство о системе оперативно-розыскных мероприятий, то есть СОРМ и СОРМ-2, которые стоят у каждого провайдера, без них нельзя получить лицензию на телематические услуги, которые по крайней мере мониторят, а возможно и способны пресекать, никто не знает точно, потому что это черные ящики, распространение откровенно криминального контента, то есть тот, который криминализирован заведомо. Еще раз, я думаю, что если бы у нас работала логика, которую я высказал в предыдущей своей фразе по поводу того, что выразили парламентария озабоченность и дали в руки хорошим полицейским оплеленный инструмент, но дали они его не хорошим полицейским, а идиотам, стрекулянтам, которые будут выискивать в словах Валеры Панишкина или в словах Акунина что-то криминальное и завалят суды или специальные органы требованиями вырезать этот контент, потому что он, по их мнению, вредит детям. Вот здесь можно гарантировать, это произойдет, а реальной борьбы, реальных результатов этого дела не будет, потому что сама по себе природа сети этого не допустит. 65, 10, 99, 6 Нужна ли нам фильтрация, нужен ли нам контроль за интернетом? Игорь. Добрый день. Добрый вечер, да. Добрый вечер, да. Значит, вот я считаю, что мы все внутри-то понимаем, что нужно какое-то ограничение вводить, потому что особенно вот аты там чувствуют, когда дети, все, мы переживаем, то есть, конечно, ограничение, оно требуется, но с технической стороны оно абсолютно нереализуемо. То есть, вот я, например, как IT-специалист говорю, что даже вспомните вот историю там Сторин, там, там, абсолютно никак невозможно ни на что повлиять. Там вы забаните один сайт, он сразу же вылезет с абсолютно другим названием, там, может быть, одна буква поменяется, и точно так же будет проиндексирован моментально в эти же сутки. То есть, поэтому, как бы, ну, можно себя этим утешать, но фактически, если человек, пользователь сам не озадачит себя, вот как сказал предыдущий позвонивший, сказал, что вот есть такие программы, они действительно есть, правда, есть платные там версии, если пользователь сам себя не ограничит, то больше вы никак это не сможете сделать. Допустим, ну, даже теоретически, допустим, на уровне провайдера, там, какой-то сайт будет забанен, пользователь элементарно может поменять провайдера, то есть, буквально, там, сделать пару звонков, там, и с воздуха можно поймать, собственно, интернет. это, 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 это абсолютно утопично, то есть, это, просто этот список в конце концов вырастет до неимоверных каких-то размеров, и только будет и трудозатраты на него, на его обслуживание, а толпы не на полу. Ну, понятно, спасибо, спасибо, Игорь. Ну, да, вот я хочу еще раз подтвердить, вот, Василий Гатов, то, что говорит, то есть, ну, даже не китайский, а, скажем, там, вот в Турции, там, YouTube контролирует, Казахстан, у нас принципиально другая архитектура, где вот эти все ресурсы невозможно проконтролировать и отфильтровать, если человеку нужно, да, найти какую-то информацию. Почти невозможно. Ну, слушайте, если там, не знаю, в Советском Союзе, в эпоху сам издата, человек, который хотел прочесть какую-нибудь сам издата, какую-нибудь книжку, тем не менее, находил ее, да, то уж сейчас найдет точно, да, тут вопрос, вопрос в том, насколько есть запрос на информацию, да, у людей, и насколько выработаны критерии оценки качества информации, вот, вот это, по-моему, действительно важно. Ну что ж, время наше, к сожалению, подходит к концу, к сожалению, не можем принять мы все звонки, ну, для себя я делаю некий вывод, что информация, она как трава прорастает сквозь асфальт, так что все нынешние меры, которые предлагаются, сейчас дискутируются в Совете Федерации, все это истеричное законотворчество последних недель, оно скорее имеет дело к некой политической целесообразности, политическому заказу, и, соответственно, риски возможного, так сказать, неправильного использования, ну, так скажем, политического использования вот этих вот законов. Информация, к сожалению, живет по своим собственным законам, а не по тем законам, которые сейчас обсуждаются в высоких кулуарах и залах. Я благодарю вас за участие в этой передаче, это руководитель медиалаборатории РИА Новости Василий Гатов, журналист-писатель Валерий Панюшкин и я, ваш верный археолог Сергей Медведев. Это была программа Археология. Доброй ночи и удачи!